Свекла, морковь, картошка, редька и даже репа – все это растет на 5,5 гектарах земли, которую Анатолий Голландцев взял в аренду в 2000 году. Самую большую площадь занимает картофель – более 4 гектар. По мнению агрария, спрос на него есть всегда. Покупатели покупают. Вожу по кафешкам, вожу в Самару на ярмарку, по-разному. Уже раз договорился, если понравилось, то звонит еще. В этом году уже три кафе позвонило и ждут, пока я начну копать картошку. Что касается остальных культур, то их структуру владельцы ЛПХ формируют в начале сезона, в зависимости от того, насколько востребованы были в минувшем году определенные виды овощей. Так, например, свеклу и морковь охотно приобретают и граждане, и все те же организации общественного питания, но не в таких количествах, как картофель. Поэтому и площадь они занимают меньше не менее половины гектара. Примерно столько же хозяин отводит под редьку и репу. По его словам, особым успехом они пользуются у городских жителей. Моя фишка на ярмарке. Мало кто ее сажает. Люди покупают, даже не зная, что это такое, просто подходят и говорят, о, репа, пробовал, нет, давай попробуем. То есть и покупают. Когда я приехал с ней в Самару, то есть у меня встала очередь, и рядом стояли что-то арбузы там по полтора рубля, рядом какая-то картошка по пять рублей, а у меня висел огромный ценник 20 рублей. И пока у меня не кончилась последняя репка, я так не понялся, не сказал, ой, все, кончилось, и я не остановился. Впрочем, далеко не всю продукцию Акрарий реализует. Часть ее хранится в хорошо оборудованных погребах, ведь семья у нашего героя большая. Дитя, дочки, братья, все они его помощники. А дело овощеводов хватает с ранней весны до поздней осени. Два брата у меня, дитя, дочки, все приезжают. Ну это как, в основном техника, конечно, работает. Вот во время посадки, то есть во время посадки, то есть вот на картошку приезжают, эту морковку я вообще сам один сажаю. В основном на время уборки. Приезжают они, и кто как там работает, кто не работает, то есть все, кто может, приезжают, убираем, короче. Имеется в хозяйстве техника. Маленький китайский трактор, старенький МТЗ-80, ручная сейлка. При этом Акрарий отмечает, что и прополка, уборка, а иногда и посадка многих видов овощей производится вручную. Морковь и свегла, например, хозяин сажает с помощью ручной сейлки. Для посадки и выкапывания картофеля используют трактор, но собирать корнеплоды тоже приходится руками. Вот репу вчера обрызгал этой престижем. То есть вся морковка, свекла, чистая ручная обработка, вообще нет ничего. То есть картошка при посадке престижем, то есть обрабатывают. По мнению Анатолия, овощеводство в наше время дело не дешевое и трудозатратное. Ведь будущий урожай нужно постоянно поливать, культивировать и оберегать от вредителей. Иначе хорошей отдачи не получится. К тому же овощи, продукция, скоропортящаяся часть урожая нужно реализовывать буквально с поля. И все же, несмотря на трудности, своим делом аграрий намерен заниматься и впредь.